И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня записываю очередной видосик по нашему бездонатику. Сегодня мы поиграем на Вольфенштейне в режиме ТДМ-очки, команда на команду. Сыграю я на своем нагибаторском вооружении, на вас пожиге. Ну и темой сегодняшнего ролика у нас будет небольшой обзор комплектов. Посмотрим вообще, какие комплекты у нас будут предлагаться в скором времени. И посмотрим, и подумаем вообще, смогу ли я накопить данное количество кристаллов до данного определенного звания. Сейчас мы, ребят, быстро прогрузимся в гараж, посмотрим, что у нас тут имеется. Из предложенных нами комплектов у нас имеется три. Один у нас Мамонта Вулкан, Мамонт М1 Вулкан М0. Я не сказал бы, что это хороший комплект, он открывается у нас со следующего звания. И, в принципе, 11-12 тысяч кристаллов я бы мог даже успеть накопить. Но, в принципе, если логически подумать, то данный комплект мне не нужен. Что касается вот данного комплекта, комплект Молот Тора, я считаю, что данный комплект является очень хорошим. И, по сути, если правильно сейчас дойти до штаб-сержанта, при том, что у меня имеется абонемент новичка, в принципе, купить данный комплектик можно. И, безусловно, не без доли везения. Думаю, что до данного звания можно, в принципе, накопить где-то около 30 тысяч кристаллов, выполняя заданки. Ну, и при этом, конечно, надо, чтобы что-то хорошее упало с контейнера, например. Но у нас пока, ребят, золотой ящик на карте. Пока у нас еще и x5 голды падают. Звезд, звездные недели, что-то, или что-то в этом роде у нас сейчас в игре происходит. Галдетки у нас уже летит. Два игрока, я вижу, уже бегут, бегут за данным золотым. Шап меня снимает, блин, как же печально получается. Мог бы сейчас спокойно-таки забрать данный золотой ящичек. Поиграем, так что, ребят, мы сегодня на Вольфенштейне в режиме TDM-очки. Попытаемся вытянуть вот такую вот каточку. Я думаю, что, в принципе, это реально. Ну, и, безусловно, заработок кристаллов у нас, по большей части, будет зависеть в дальнейшем от заданочек. Ну, и, конечно же, мне надо еще поднять одно звание, чтобы у нас открылся режим джиггернаута. Я думаю, что вот именно в данном режиме, в режиме джиггернаута, я смогу очень-таки быстро поднимать данные кристаллики. Что касается прокачек, то пока я поставил, если не ошибаюсь, по два шага у нас, да? Нет, по одному шагу у нас скачанного спажега. В принципе, я думаю, что вкладываться именно в М0 вооружение не имеет смысла. Если уже расценивать тот факт, что звонка все-таки у меня сейчас будет более-менее быстро подниматься. И, скорее всего, в моем случае, если уже вкачивать данное вооружение именно в Воспажигу, то лучше купить либо комплектиком, который может, кстати, выйти на следующей неделе с Воспажигой, и тогда уже задуматься прикупить его. Если я, конечно, успею поднять звонку, то, в принципе, данный комплект был бы актуален. Ну, а сами понимаете, ролики у нас выходят по бездонатику каждый день. Званочка у нас поднимается. Не сказать, что прям очень-таки стремительно, но поднимается, как поднимается. В каточках таких 10-минутных пытаюсь на своей Воспажиге задамажить по максимуму, при том, что Жига у нас прям вот жестко нагибаторская сейчас пушечка. Ну, и с таким вооружением, я думаю, вполне реально себе накопить на комплектик. Именно вот если бы... Ну, конечно, на следующей неделе у нас комплектик Молотора изменится, но если бы он бы остался, то я думаю, что данный комплектик я бы с удовольствием прикупил бы себе на данный аккаунт. Ну, а в принципе, если у нас появится комплект с какой-нибудь Воспажигой, или вот у нас парень играет сейчас на Вика Жиге М1, тоже вот очень неплохой-таки такой комплектик, я бы его с удовольствием тоже бы прикупил. Пока в каточке мы ведем, не сказать, что очень-таки большой у нас отрывчик, но надо постараться выиграть данный боечек. Осталось у нас 5 минут, 30-30 счет, и против такие у нас опасные ребята, я вижу, на Жигах М1 они играют, хотя рейтинг у них показывается 0. Почему показывается 0, хотя когда у меня, например, 99 уже показывается. Не знаю, чего это у нас на маленьких званиях зависит. Если вы, ребят, шарите, то обязательно отпишите, что именно жестко решает на маленьких званиях. Я думаю, что один из факторов будет именно-таки зависеть от вашего УП и вашего звания. Я думаю, что что-то с этим точно обязательно должно быть связано, но мне нужен, прям очень нужен сейчас овердрайв. Я думаю, что если бы мне сейчас овердрайвик бы выпал, или кто-нибудь бы мне данный овердрайвик бы раздал, было бы просто очень-таки круто и суперски. Как всегда, меня, ребят, забрасывают в катку с большими званиями, но относительно моего. Закидывают даже вон одно звание до Уоррент-офицера, не помню, как оно называется. Мастер-сержант, если я не ошибаюсь. Поэтому, блин, ну что-то очень жестко, очень жестко, потому что на данном звании меня вообще должно закидывать чуть ли не к новобранцам, а тут закидывает аж почти к Уоррентам. Ну, это как-то не по справедливости, я бы сказал, что тут парень на Вика ЖГМ-1 играет, а я должен играть на вас по ЖГМ-0, при этом, блин, с таким маленьким званием, что, ну, это просто... Я думаю, что это очень-таки несправедливо. Сейчас соберем коробки от базы, пока мы еще, если честно, не так сильно проигрываем, еще выиграть данный боечек можно. Я все понимаю, что против игроки намного жестче, но постараться выиграть данный бой можно. Надеюсь, что сейчас этот парень догорит, но должен он догореть. Ну, как он не догорит? Ну, блин, ну, это не честно. Это не честно, сейчас мы не пойдем за ним. Возможно, у нас в этой каточке еще, ребят, золотой ящичек упадет. Я буду на это надеяться. Сейчас мы его сольем, 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 сольем. Ну, слейся, блин, ну, второй раз я его не могу слить. Ну, как так? Ужас. Вика ЖГМ-1. Ну, где справедливость? Почему такие парни должны играть жесткие, нагибаторские против меня? Где справедливость? Ладно, пойдем сейчас куда-нибудь дальше понагибаем. Мне вообще нужен был режим штурм, но на штурм я не зашел, ладно. Ничего страшного. Где-нибудь в другом месте заданочку мы выполним. Ну, а, в принципе, по комплектам, по комплектам, что бы я хотел выделить? Безусловно, есть комплекты, например, Корсар, да, очень-таки хороший комплектик, Вика Твинс М1, краска Роджа, Резист у нас от Твинса тоже М1, дает 15%. И если сравнивать вообще комплекты, которые сейчас имеются на маленьких званиях, вообще в общей сложности, не именно на этой неделе, а которые вообще, в принципе, есть, то Корсар является одним из самых лучших комплектиков, именно-таки на звании сержант, как это у нас звание называется, сержант, мастер-сержант, именно вот на этом звании данный комплект является одним из самых лучших. Потому что есть у нас еще комплект с Вика ЖГМ1, безусловно, при том балансе, который сейчас у нас имеется, данный комплект с Вика ЖГМ1 мог бы как-то побороться, как-то поконкурировать, можно так сказать, но, в принципе, вот данный комплект с Корсар очень является таким жестким, нагибаторским, и он мне нравится. То есть, в дальнейшем, если я прокачаю данное звание, у меня будет выбор купить какой-то вот комплект, например, Корсар, либо купить какой-нибудь другой комплект с вооружением каким-то, не знаю, там будет там Викинга, Рикошет, вот тот же, то я бы выбрал Корсар, и все-таки Твинс у нас тоже неплохая пушка, и при том балансе, который у нас сейчас имеется, в игре является очень-таки нагибаторским. Так что, как-то так. Каточка у нас потихоньку подходит к концу, и мне очень-таки даже неприятно, то, что мы ее сливаем. Вроде бы, ребята у нас такие неплохие, ну, относительно, безусловно, я даже вот не особо тащу на таких званиях, видите, мой счет 13-16. Приходится мне страдать, потому что он, парень, против имеет, например, счет 38 к 3. 38 к 3. Ну, понимаете, у него вооружение, скорее всего, м1 качано до м2, а я со своим капралом могу иметь только м0. Ну, где справедливость, я не знаю, где этот супернагибаторский матчмейкинг, который у нас должен забрасывать именно таки по рейтингу, где этот рейтинг, я не знаю, куда его забросили, зачем он его так поюзали, ну, не знаю. У каждого есть свое мнение, но, в принципе, мне не нравится. Если вам, ребят, тоже не нравится, как бывает, забрасывает матчмейкинги, обязательно оставляйте свои комментарии по этому поводу, пишите свое мнение, в принципе, вообще, по данной рубрике, какие комплектики вам нравятся, и какие бы вы мне посоветовали купить, и если у вас есть прям какой-то жесткий комплектик, который вам нравится, обязательно оставляйте свой комментарий и пишите по данному комплекту. Ну, акаточка у нас подходит к концу, мы ее проиграли, но, безусловно, я думаю, что какую-то часть фонда я сейчас должен забирать. 4000 кристаллов у меня уже на данном аккаунте имеется, на капральчике, я думаю, что данная цифра у нас с каждым видосом будет потихонечку-потихонечку расти, безусловно, если я буду забирать какие-нибудь золотые ящики или вообще контейнер какой-нибудь, он даже получает 332 кристалла, неплохо я получил, то данная цифра у нас будет быстро-таки расти, и, например, вот такой вот нагибаторский комплектик уже на штаб-сержанте я смогу себе приобрести. Ну, а на этой нотке мы будем заканчивать с данным роликом, если он вам понравился, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще, ребят не подписаны, но у меня на этом все, спасибо, ребят, что смотрели, всем удачи, ребят, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok